Здравствуйте! Вот и наступил самый любимый и долгожданный зимний праздник – Новый год. А в Новый год принято подводить итоги, загадывать желания и строить планы. Именно этим мы займемся с моими сегодняшними героинями. Вы с ними уже знакомы, но в преддверии Нового года эти прекрасные девушки снова пришли ко мне в гости и готовы рассказать о том, каким был их 2017 и с какими целями, планами и мечтами они вступают в Новый 2018 год. Наташенька, каким был ваш 2017 год? Я знаю, что всеукраинская ассоциация женщин Дия отметила свой первый год. Такая значимая дата. Да, кстати, вот этот год был мне посвящен именно общественной деятельности, ассоциации «Женок Украины Дия». И год получился фееричным, результативным. Я все время присматривалась, знаете, насколько это надо и женщинам Одессы, и вообще всей Украины. И итог года показал, что это не то, что значит. То есть в этом году самое главное мы провели международный женочий диевый форум в сентябре месяце, на котором были женщины из всей Украины, то есть приблизительно где-то 15 городов из Канады были, из Соединенных Штатов Америки. Насколько я знаю, впервые в Украине проводилось такое мероприятие? Ну, в Украине нет, а вот в Одессе вот именно вот такой вот масштабный по гендерному равенству происходил впервые. И он прошел очень феерично, а нас узнала вся Украина. И мне было приятно, что вот буквально месяц назад был конкурс объявлен «Межфракционное объединение «Женок Верховной Рады Украины. Амбассадоры». Наша ассоциация «Женок Украины Дия» заняла первое место. Я вас поздравляю. Да, и вручение происходило в Верховной Раде Украины. И, ну, вот за год вот такой вот, знаете, фееричный, там, скажем, не знаю, вот такой прыжок, ну, вот столько результатов. И узнали, увидели, оценили. Это безумно приятно. День 28 ноября, когда наша организация, так скажем, институализировалась, зарегистрировалась, именно в этот день, и мы к этому шли целый год, мы установили, как бы, так скажем, гендерное равенство. И добились того, что был размещен портрет на месте ее захоронения в Нижнем храме Спаса Преображенского собора. Нарисовала эту картину Надежда Фомичева. Также мы перерисовали портрет и Воронцова. Сделали таблички, красиво все оформили. И, ну, конечно, самая главная цель все-таки мы будем добиваться того, чтобы поставить памятник Елизавете к Саверине Воронцовой. Сильвия, ты стала героиней нашего юбилейного 20-го выпуска программы «Сильный пол», поэтому мне очень хочется у тебя спросить, какие же изменения произошли в твоей жизни за тот период, что мы не виделись? Я могу назвать этот год годом «Ничего не бойся» и всегда говори «Да». На все самые невероятные предложения, которые мне поступили за этот год, я сказала «Да», о чем не жалею. И это самые невероятные, неосуществимые какие-то планы и мечты осуществились именно в этом году. Я согласилась вести радиопередачу в прямом эфире, вообще не имея опыта ведения ни на телевидении, ни на радио в прямом эфире. Твое радиошоу «О чем говорят женщины»? Да, мое радиошоу «О чем говорят женщины», наверное, это самый такой авантюрный ход был в этом году, так как мне предложили, и я сразу сказала «Да», и у меня даже не было возможности подумать, и я взяла все в свои руки, сделала, наверное, больше, чем от меня ожидали. Это проект радио, и я себя в нем очень хорошо чувствую, но я сделала и свой самостоятельный проект на этом же радио, сделала кулинарный, все-таки кулинарное радиошоу впервые вообще в истории радиовещания. Мы говорим о еде, готовим в прямом эфире, транслируем это все в Facebook. Куча перемен. Самое основное – это, наверное, внутренние, которые способствуют всему остальному двигаться дальше. Мы открыли, вот сегодня как раз у нас открытие. Прямо сегодня? Я вас поздравляю. На самом деле дедлайна не было, но когда я услышала, что съемка будет именно здесь, в Кадоре, то мы начали подгонять все под эту дату. Это уже вторая кофейня Яблонска. Да, это вторая, я думаю, это не последняя. Вот, мы нацелены на франшизу. Ну, вы в таком хорошем месте открылись. Да, но мы уже пытаемся налаживать, стандартизировать так проект, чтобы можно было его продать за границу, и нас уже интересуются, например… Есть уже конкретные запросы? Ну, есть, да, есть… В город Дубай есть запрос, да, это очень круто, но я пока внутренне, может быть, не готова, потому что это огромная работа, и это нужно очень много времени пробыть там, чтобы все наладить. Я очень сильно начала увлекаться психологией. Завтра у меня, например, начинается трехдневка по гештальту, я начала изучать, ну, это первая ступень, то есть, потом я получу диплом европейского стандарта, буду сертифицированным психологом, но мне это больше надо как для себя, для саморазвития, мне очень интересно, и я вообще человек, который жутко люблю давать советы, раскладывать по полочкам чьи-то судьбы жизни, вот… Помогать любишь, да? Да, да, и вот хочется, чтобы у меня было какое-то внутреннее ощущение, что я это делаю правильно. Помимо кондитерской, помимо психологии, ты очень серьезно стала заниматься спортом. Да, я вот после лагеря как раз в период зашла в магазин Adidas и смотрю бесплатные тренировки по бегу, техника бега, мне нравилось бегать, но мне никогда не получалось больше трех, там, трех с половиной километров, все время задыхалась, ну, было вообще ужасно некомфортно. Настолько вот зашел этот формат тренировок, настолько вот я влюбилась в тренера своего, вот настолько человек мотивирует, что я занялась не только бегом, но и триатлоном, то есть это бег, плавание и велосипед. На сегодняшний день у меня восемь тренировок в неделю. И к восьми утра ты пробегаешь уже около пяти-шести километров. Я смотрела твои фотографии. 15 по воскресеньям. Обалдеть. Да, в это воскресенье мы бежали 15, вот в следующее воскресенье мы будем бежать 19. Ты готовишься к марафону? Ну, судя по такому количеству километров. Да, это одна из моих целей, это моя мечта на сегодняшний день. Вот, я уже даже запланировала, где именно я хочу пробежать свой первый марафон. У нас уже собралась целая команда единомышленников, ребят, друзей, все абсолютно простые ребята, но просто все очень живые и целеустремленные, то есть среди нас нет ни одного профессионального спортсмена. Как у твоих девочек дела? Девчонки супер. Старшая ходит на вокал и младшая ходит. И обе они вернулись на гимнастику, причем по своему желанию. Причем я долго говорила, ну нет, нет, вы просто соскучились, подумайте, одумайтесь, потому что это тяжело. То есть это каждый день, один день выходной и по 3-4 часа в день. Но меня не переубедили, когда я увидела, что дома тренировки, по 3 часа они сами дома тренируются, булавы летят в люстру, влечи в стены, я поняла, что вариантов нет, да, надо их отдавать обратно. Они тоже смотрят на меня, старше 10 лет, но она стала вставать в 6 утра, брать телефон, я правда с ней ругаюсь, потому что она бежит с айфоном в руке по трассе здоровья, и ребенок сам бежит по трассе здоровья и получает от этого кайф. У меня, ты знаешь, каждый день насыщен таким большим количеством событий, что я когда засыпаю в 2-3 ночи, и с одной стороны пытаюсь угомонить вот этот вот шум в голове, угомонить эти мысли, во-вторых, спланировать, как успеть все завтра, я не представляю, как живой человек, еще и женщина в состоянии выдержать ритм. Мои друзья, мужчины говорят, что даже они бы не выдержали, но это в данный момент, это такой этап у меня в жизни, я себе решила, что до весны я так живу, а потом плюну, но все и буду. Расслабляешься. Люблюсь и выйду замуж. Пока мне там настолько в кайф, настолько все идет, настолько все прет, что я не могу от этого остановиться. Это был мой заказ вселенной, если я сейчас не приму этот дар, это, знаешь, ключевое, почему желания не сбываются. Нам дают эти желания, нам дают их реализацию, но если человек не готов, он не в состоянии это принять, ну, вселенная обижается и говорит, ну, извини, я тебе дала, ты не оценил. А второго шанса уже не будет, да? Нет, будет. Ты знаешь, вселенная настолько к нам ласкова, вот не зря говорят Бог-отец. Я думаю, что вселенная это такая глобальная мама, Бог-отец. Сколько бы ребенок ни косячил, мама все равно примет свое. А еще любви хватает на всех детей, да? Да, однозначно и сто процентов. Мы когда встречались, у вас прошел первый девичник. Да. Сейчас я знаю, что ваши девичники уже развернулись с невероятной силой. Это что-то такое, это что-то такое потрясающее, ты знаешь. Я иногда, когда прихожу и вижу такое количество красивых, интересных, самодостаточных, умных девочек, я не могу понять, это что, я? Это все ко мне? Это они все мне доверяют? То есть, знаешь, легко быть интересной на один раз. А потом разочаровываются люди, говорят, ну, это такое, это бутафория, это мыльный пузырь. И я первое время, у меня же очень, помнишь, мы говорили о том, что как-то во столько все быстро развивается, что люди даже не верят, что меня никто не спонсорит, что меня не толкает, не продвигает. То есть сейчас, знаешь, если первое время негалеко ты лезешь, потому что это сумасшедшая, то сейчас есть новая такая фишечка, ой, это у нее есть какой-то крутой покровитель-спонсор. Нет, никого у меня нет. То есть я хочу вселенное, дай мне, чтобы мне было легче, но я это делаю все сама. Но зато я четко понимаю, что все, что Яна кособочила, это мое, все, что я заслужила, это тоже мое. Владочка, привет. Привет. Я очень рада тебя видеть. Я тебе безумно благодарна за то, что Большой Бук нас приютил. Новый, красивый Большой Бук. Именно здесь мы снимаем наш новогодний спецвыпуск. Очень у вас красиво, уютно. Ну вот расскажи, уже обжились здесь? Большой Бук открыт всего лишь один месяц. Кажется, уже давно. Потому что стройка-то уже давно продолжалась, длилась и закончилась, слава богу, осенью. Хоть и кажется, конечно, что это вечность, но месяц это очень мало. Для того, чтобы поселить сюда душу, для этого требуется время. Так вот, когда я думала о том, что же важного сделано за этот год, для меня очень важным был отпуск в этом году. Это был целый месяц. И хоть я вырывалась на работу, жизнь меня регулировала тоже. Мне очень хотелось убежать после третьей недели в работу. Но ты же вообще очень активный и деятельный человек. Как ты месяц-то выдержала? Было мало. И я внутренняя ответственность и желание делать, 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 меня звало уже через три недели вырваться. Но мы заболели. И я тебе признаю, что если ты решил отдыхать месяц, то не меняй свои планы. Я больше таких ошибок делать не буду. Так вот, за этот месяц мы немножко попутешествовали. Мы, это я и мои дети, Петя и Сеня. Петя и Сеня. И перелопатить и пересмотреть все, что у нас есть дома. Начиная от каждой бумажечки и рисуночка. Заканчивая, не знаю, книжками, вещами и всем чем угодно. И вот просто быть рядом. У меня жизнь настолько активная, настолько насыщенная, что очень много всего происходит. И с момента нашей встречи тоже достаточно много различных событий. И, кстати, это 2017-й рекордный год у меня по количеству перелетов. Наверное, за всю мою жизнь. Потому что было такое, что я, допустим, улетела своим мастер-классом в Дубае. Потом оттуда сразу, не залетая домой, улетала тренироваться. Возвращалась, нужно было снова лететь на какие-то съемки, показы. Плюс, кстати, очень важное событие в этом году для меня произошло. Я стала лицом коллекции летней Екатерины Садовской, которую шили для гипюра. И для меня это важное событие очень. Одно из самых ярких – это путешествие на мой день рождения в Исландию. Это очень необычно. И многие, кто, допустим, следит за мной в соцсетях, спрашивали, что понравилось больше всего. Потому что все-таки страна холодная, я всегда в тепле, всегда в воде. А здесь немножко другой отдых. Нравится там все, действительно. То есть ты там пребываешь в каком-то постоянном состоянии счастья, радости, удивления. И это был смело, надо сказать, самый лучший день рождения. Какие-то такие яркие и бурные эмоции. Я всегда улыбалась, всегда радовалась. Я почувствовала себя, ну, наверное, десятилетним ребенком именно в этой поездке. На самом деле я благодарна этому году, всем событиям, людям, все, что произошло. Так случилось, что меня пригласили как самого прогрессивного диетолога Украины участвовать на украинском телепроекте. Вначале как диетолога, а потом и как тренера, и как тренера по тренировкам, и как тренера по программе фейсбилдинга, по фитнес-фейсу. В Киев давно я не была, поехала. Значит, честно скажу, вот мы встретили меня так вот дружно, коллективно, прям вот за ручку все у меня первый день, потому что я с городом не знакома была. То есть все само собой получалось. И меня так захватывает процесс, что, ну, я на нем концентрируюсь, и вот мелких деталей там я, ну, как бы их не замечаю. То есть только хорошее. Да, делать просто то, что, ну, как бы нужно делать, вот и все. Я вот этим девочкам благодарна, подружилась, узнала много интересного. Есть у многих людей чему поучиться тоже. Для себя открыла, какие все умницы, боже, какой мир велик. Сколько всего интересного и сколько еще работать над собой. Лучше позже, чем никогда начала учить английский язык. Ух ты, молодец! Спортивную тематику и пищевую. Хотелось бы все свои знания, те, что я говорю на русском языке, именно в этой специализации научиться проговаривать все красиво на английском языке. Хочу спросить про Новый год. Это же такой самый любимый с детства праздник. Расскажите о своих детских воспоминаниях. Каким был Новый год для маленькой Наташи? Ой, я его всегда очень ждала. Единственное, что так как у меня в декабре день рождения, и подарков у меня уже было много, и внимания мне было много, но Новый год это всегда был, естественно, сказка, это ждешь чуда. Чудо всегда случалось в виде моего папы, который приносил всегда огромную-огромную сосну, такую елку. Вот без огромной елки у нас как бы никогда Нового года не было. То есть это такой символ, да? Да, да. Всегда это было очень весело. Помню, в детстве со мной был такой смешной случай, произошло, когда мы поехали к нашим родственникам все вместе встречать Новый год, выпал снег, и дети побежали на улицу в снежки играть. Как раз новогодняя ночь, я тоже засобиралась, не могу найти свои штаны теплые, без штанов мама меня не отпускает. И я в слезы, ну, нашли мои сестры двоюродные, какие-то на меня штаны одели, такие я побежала. Потом нас зовут и говорят, приходите, сейчас придет Дедушка Мороз. И вот приходит Дед Мороз, э-гэ-гэ, дети, к вам идет Дедушка Мороз. И вот он заходит, и мы такие счастливые. Он с мешком, с подарками, и я смотрю на его голову. А у него на голове мои красные гамаши, которые я не могла найти. А шапочки, видать, у Деда Мороза не было под рукой. Какой шок, да? Дедушка Мороза делал голову в мои штаны. Потом думаю, нет, наверное, это не мои штаны. Это похоже на мои штаны, но это у него такая шапка, как бы похожа на мои штаны. Это вам сколько лет? Лет шесть. И что, вы перестали верить в Деда Мороза? Нет, нет. Я потом, по-моему, там не знаю, сколько лет прошло, таки я подумала о том, что это были такие мои штаны. Но тогда мне это было удивительно. Я люблю вот эти вот приготовления. Две недели до, две недели после. Вот это всеобщее ощущение праздника. Вот как только украсили витрины в магазинах, до момента, когда их разберут, вот это время самое чудесное. Еще с детства. Эти запахи везде. Даже то, что на Новый год приготовить можно. То, что обычно не готовишь в обычной жизни. Такие какие-то чувства вот семейности. Вот чаще встречаешься со своими друзьями. Каждый день гости. Вот все вот эти праздничные дни. Есть возможность вкусно и накормить всех. Девочки еще верят в Деда Мороза? Письма ему пишут. Написали, да? Но знают, кто его спонсирует. То есть, если раньше они писали айфон, то сейчас они уже знают, что Дед Мороз не может купить айфон. И пишут что-то такое, что нужное. Вот. Но радует, что они пишут книги, булавы для гимнастики. Они уже понимают, что им нужно для того, чтобы реализовывать какие-то… Что-то такое нужное, полезное. Свои штуки, да. Новый год твоего детства. Вот каким он был? Всегда в семье. У моих родителей всю мою сознательную жизнь. Я первый раз ушла на Новый год. Мне было лет то ли 14, то ли 15 на другой этаж просто. А, далеко ушла. То есть, я погуляла и вернулась. И вот сколько я себя помню, всегда Новый год был дома. Мои родители впервые не встретили Новый год дома, когда я уже стала жить отдельно. Они стали ходить по ресторанам с друзьями. До этого всегда мы встречали Новый год вместе. С братом, да? Да, 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 да. С огромной компанией, родительских друзей. Иногда это были и мои друзья, но это всегда было дома с семьей возле большой елки. Елку вместе наряжали? Да, да, да. Всегда, да. Ух ты. У меня искусственная елка, потому что я начала беречь природу во всех ее проявлениях уже несколько лет. Но вот сколько я себя помню, этот запах сосны мне очень нравится. Ты любишь Новый год? Вот что для тебя значит этот праздник? Это удивительный праздник. В детстве очень любила Новый год. Очень при очень. Пока я училась в школе и была еще маленькая в детском саду, часто доставались роли какие-то очень интересные на новогодних спектаклях. Их даже за один спектакль могло быть несколько. Вот. И это было очень классно. Самое главное для меня было то, что мы дома наряжали елку. Я на днях вспоминала тоже свои ощущения и воспоминания, вот эти эмоции от присутствия новогодней елки, от игрушек новогодних. Они такие были блестящие, красивые, этот дождик. А какие-то игрушки помнишь визуально? Конечно. Мало того, они еще хранятся у меня дома, они есть. Это чудные немецкие игрушки, которые еще были из детства моего папы. Они какие-то были очень особенные. Это очень тонкое стекло и очень необычные такие блестки. Я не знаю почему. Сейчас очень много игрушек. Но таких именно нет. Правда. Правда. И вот они создавали такой какой-то эффект волшебства. Честно признаюсь, когда я их достаю, это такие шарики с конусовидной такой выемкой. И вот она как-то удивительным образом переливается. Вот. Это не передать. До сих пор работает. Я не могу сказать, что это там что-то особенное, чем-то отличается от каких-либо других праздников. Почему? Потому что я стараюсь каждый праздник отмечать максимально ярко. Планы и цели. Продолжать заниматься с нашей командой волонтеров I have a big heart благотворительностью. Продолжать радовать маленьких, взрослых, всех-всех. И помогать тем, чем может наша команда. Вот это, наверное, основная цель на будущий год. Ну и, конечно же, развивать дальше свой центр СУЛАВ. Своего рода тоже помощь. Я верю в чудеса, и они в моей жизни происходят. Они в разной подаче. Причем они каждый день волшебные. И мне каждый раз говорят, боже, как это так случилось. Я его тоже Новый год жду. Что-то нереальное, сказочное, погода. Жду вот, что снег начнется. Ждешь снега, да? Да. Хруст. Жду фейерверков. Жду вот радостных лиц гостей. Людей, кого я давно не видела. А вот именно в Новый год жду. Жду интересного телевизионного проекта. Жду вот, ну не знаю, что-то того, чего не было в этом году. И уже настроена на улыбку. Новогоднее пожелание от Натальи Далиевой. Вы знаете, у нас страна Украина, к сожалению, по индексу счастья находится третья от конца. Мало людей у нас счастливых в Украине. И, конечно, в первую очередь я всем желаю нам мира. Потому что от этого мира зависит прямо пропорционально и наше счастье. В первую очередь, мира. Также желаю, чтобы люди, которые принимают решения за нас, были добрее, честнее, справедливее. И также я, как человек, который очень любит смеяться, с очень громким смехом, всем желаю... Мы вас любим за этот смех. Чтобы было почаще и побольше поводов смеяться от души. Я желаю всем, чтобы была возможность формулировать свои желания правильно. И вот если вы хотите чего-то, вы должны быть на 100% уверены, что это произойдет. Поэтому мечтайте с умом. Потому что все, о чем мы мечтаем, так или иначе сбывается. Но самое главное – это понимать, чего ты хочешь, и не ошибиться со своими мечтами. Они в любом случае сбудутся. Съешь волшебный маффин и сбудется твое желание. Да, давай, давай попробуем обязательно. Давай. Я бы хотела пожелать в первую очередь здоровья всем друзьям, близким, родным телезрителям. И их близким, и друзьям, и родным. Хотела бы пожелать мечтать не прекращать. Потому что абсолютно все может сбыться, только если вы делаете хотя бы маленький шажочек навстречу. Обязательно ставить перед собой цели. Обязательно пересмотреть, с кем вы дружите, с кем вы общаетесь. Как это на вас влияет? Помогает ли этот человек вам? Мотивирует ли он вас? Говорит ли он вам доброе слово или говорит, ну ты сегодня не очень. То есть это тоже все очень важно. Да, она же может обидеть одно малюсенькое слово. А словом, кстати, обидеть проще всего. Да, конечно. И оно больно ранен. Это очень важно. Поэтому не надо думать, что ты человек такой. Просто вот не повезло. Либо меняйся, либо давай вместе развиваться, двигаться. Поэтому очень важно, какие люди рядом с вами. И в новом году вот должно быть все классно. Конечно, ты сегодня пришла. Они с пустыми руками. Да. Вот такая вот красота у нас здесь. Расскажи, это новый, новогодний десерт. Давай возьмем и покажем. Да. Это, ну яблочко я переделала. Давай возьму и покажу. Давай, показывай. Вот. Это яблочко. Значит, там яблочный мусс, яблочная кули. Мне очень нравится работать с простыми фруктами, да. То есть, ну понятно, что у нас есть экзотические, но гораздо сложнее как-то классно преподнести местный, локальный фрукт. А при этом у всех есть доступ к яблокам. Да, да. Красота. И некоторые сначала выбирают манго-маракуйю, а когда пробуют яблоко. Яблоко, да. Да. С карамелью, с браунию. Оно очень вкусное. А это моя версия медовичка. Он такой новогодний, такой варенький. Эти шишечки съедобные. Фантастика. Это было варенье из шишечек. В общем, тут съедобное абсолютно все. Здесь карамелизованный крем. И, то есть, это сочетание каких-то старых традиций и вот каких-то новшеств. Для того, чтобы желание сбылось, вы должны четко понимать, а что вы на самом деле хотите. Потому что вот каждый свой тренинг о желаниях. Я начинаю с вопросом, а ну давайте любого из зала. Перечисляйте. Я вот золотая рыбка. Я пришла к вам в гости. Три желания. Бегом. Любые. Да, бегом. Срочно. И девушка сидит и говорит, ну я хочу Ягуар. И говорю, так, стоп, пауза. Смотрю на нее. Я понимаю. Она хочет автомобиль. Да. Линейка Ягуаров разная. Есть же старые. Есть раритетные. Есть новые. Есть разные. Совсем разные. То есть, у нее в голове какой-то свой. Какой-то абстрактный Ягуар. Да. Ну вот она же произнесла слово Ягуар. Я ее ловлю и говорю. Скажите мне, пожалуйста, а у вас в квартире приготовлена клетка для этого роскошного дикого животного? Она смотрит на меня и говорит, а при чем тут животное? А что, автомобиль? Я говорю, да. Вы произнесли слово Ягуар. Вы не сказали модель, год, двухдверный, четырехдверный. Я говорю, лично в моем восприятии, вдруг я вселенная, я золотая рыбка. Я пришла выполнять ваши желания. Для меня Ягуар – это роскошная дикая кошка, которая, если окажется в вашей двухкомнатной квартире интерьера, она вас сожрет, пардон. Да, я, по-моему, поняла, о чем вы говорите. Я буду желать спонтанностей разных. В моей жизни это есть. И я желаю другим. Это привносит все-таки эмоций, привносит драйва. И даже если это экстрим, то это все равно заставляет тебя шевелиться, шевелить разными частями тела, мозгами, стремиться и так далее. Это раз. А второе, к этому я еще пожелаю стабильности, спокойствия и гармонии. Потому что, ну, эта чаша весов должна быть уравновешена. Вот. И мне хочется, чтобы было вот в нужной пропорции, каждому выдано или каждый взял себе, каждый намечтал себе, чтобы вот это вот первое, да, первый пункт, чтобы он случался ровно в таких количествах, чтобы жизнь не казалась скучной. А второе, вот гармония, спокойствие, благополучие. Ну, я не знаю, что. Вот что-то такое ровное, светлое, солнечное. Вот. Чтобы этого было тоже в достатке. Спасибо тебе, Владочка. Ты чудесный. Я тоже желаю тебе, твоим мальчикам, всей твоей прекрасной дружной семье мира гармонии, любви и счастья. Спасибо. Я дарю тебе подарок. Ух ты. Дари. Я дарю. Вот смотри, это смешная сумка. Да. А вот я тебе желаю в этой сумке носить твои любимые книги, потому что ты… У меня их много. Да. Ты любишь, я знаю, читаешь, и для тебя это тоже такая же важная часть жизни. Это просто фанаты одного дела, да. Но здесь в сумке не пусто. Здесь есть кое-что. Я тебе дарю такую штуку, это калейдоскоп. Посмотри в него. Крути. Ой, как красиво. Крути. Сказочно. Влада. Класс. Этот калейдоскоп, он же не с бусинками, а это такое стекло, да. То есть ты можешь смотреть на мир. И какой бы он ни был, что бы там ни было, солнце или тучки… Он будет неярким. Он будет неярким, он будет твой, сумасшедший, необыкновенный. Крути этим калейдоскопом и своей жизнью. Дорогие одесситы, поздравляю вас с наступающими праздниками. Хочу пожелать вам всего самого хорошего, доброго, светлого. Я хочу, чтобы в вашем доме, в нашей стране всегда был мир, царила любовь и благополучие. Всего самого хорошего вам в Новом Году. С Новым Годом! Я хочу всем мужчинам, женщинам, девушкам, детям, всем-всем-всем пожелать каждый день делать много хороших дел, которые наполняют их жизнь смыслом, хорошими поступками. И не нужно себя сравнивать с какими-то там, я не знаю, теледивами, обложками журналов, какими-то олигархами, бизнесменами. Нет. Будьте просто немножко лучше, чем вчера. Закрепите это, а потом дальше наверх. Все получится. Хотите идти к цели? Идите! С Новым Годом, дорогие друзья! Пусть он будет сказочно счастливым и принесет каждому самое необходимое и желанное. Пусть в семье, в душе и в нашей любимой стране будет мир. До новых встреч!